Следующий пошел. Ульяновск отправил очередную гуманитарную помощь нашим бойцам. Груз сборной. Ключевую роль в сборе играли волонтеры движения «За Симбирск». Они не первый раз отправляют помощь ульяновским военным. В свою лепту внесли детские сады, школы, депутаты и просто неравнодушные люди, которые хотят хоть как-то помочь бойца. Сейчас у меня вообще там никого нет знакомых. Но, правда, душой болею за наших ребят, переживаю всегда за ним и стараюсь и помочь, чем могу. И друзей своих привлекаю, и вот в первой гимназии у меня сын учится, тоже родители помогают нам. По традиции бойцам собрали вещи, бытовые принадлежности, продукты питания. Кроме того, по заявкам от командиров собрали запчасти для грузовых машин. Эта поездка, она в основном содержит груз для нашего артиллерийского батальона «За Симбирск». Прежде всего, это грузовые шины. Это то, что является расходником, по сути, без чего довольно сложно нашему артиллерийскому батальону, потому что тягачи применяются для транспортировки орудий. И здесь это главное, что просили наши ребята. Также здесь представлены запчасти. А в подшефный Лутугинский район направили компьютерную технику для каворкинг-центра. Благодаря победе в конкурсе президентских грантов, некоммерческая организация «Профи-центр» закупила оборудование на 600 тысяч рублей. Помещение под каворкинг-центр уже подготовлено. Недавно там сделали капитальный ремонт. Молодежь приходит и может пользоваться презентационным оборудованием, компьютерами, собраться вместе, что-то придумать, реализовать в этом помещении. Это те самые третьи места, которые помимо работы, учебы создают качество жизни, создают интерес к жизни, к творчеству, к профессии, к работе. Данная отправка груза далеко не последняя, а работа в этом направлении будет продолжаться. Кирилл Савосин, Герман Баранов, Управда ТВ. Кирилл Савосин.